Здравствуйте, дамы и господа! Я Роман Головин. Сегодня мы с вами поговорим, как влияет музыка на наш организм. Очень интересная тема на самом деле. Многие недооценивают влияние музыки на наш организм. Еще издревле Пифагор, в Египте многие жрецы занимались музыкой, излечивали различные заболевания. Пифагор вообще день начинал с песнопений и вылечивал многие, как и душевные, так и физические заболевания, специально составленные им из композиций. Каждое утро он начинал воздействовать на те или иные органы определенным образом. И он еще говорил, что каждый орган имеет свою энергию, имеет свои электромагнитные вибрации. Естественно, когда мы используем музыку, и эта музыка соответствует вибрациям того или иного органа, она может излечивать. Потому как в современном мире на нас воздействует множество других электромагнитных волн. И каждый орган, он работает со своей частотой. У сердца одна частота, у печени другая, у почек третья, у мозга четвертая. Очень такая тема интересная. И сегодня некоторые ученые сами дошли до этого. То, что в древности многие ученые, многие философы, Геродот, Пифагор использовали для этих целей. В Египте использовали, я уверен, что и на Руси использовали, если почитать эту информацию, более глубоко вникнуть в нее. Каждое направление музыки, оно влияет на человека. Если же, допустим, белые люди слушают восточную музыку, то она в резонанс входит. То есть мы не привыкли к такой музыке, нам хочется ту музыку, которую в нашем регионе используют. Мы с самого детства с ней выросли, да. То есть она влияет на нас. Когда мы начинаем постоянно слушать чуждую нам музыку, нам нужно время, чтобы к ней привыкнуть. И она, получается, воздействует на нас негативно. Сразу забегая вперед, хочу сразу уточнить, что если же вы, слушая какую-либо музыку, чувствуете внутри, что на сегодняшний момент, на ваше состояние души, да, у вас есть определенное настроение, да, вы хотите ее слушать, и вы чувствуете комфорт от этой музыки. Вы можете слушать с удовольствием, ваш организм ее будет воспринимать. То есть она будет улучшать работоспособность, повышать настроение, эмоции позитивные будете получать, перевеличивать. Если же, допустим, многие люди привыкли уже к какую-то музыку слушать, нужно, не нужно, слушают там. То есть, конечно, постоянно, когда идет нагрузка на человеческий организм, на человеческий мозг, музыка входит в наше биополе с утра до вечера. Это очень плохо влияет. Организм человека иногда должен быть в природной тишине находиться. Многие можете сами разобрать себя, да, с самого детства, какая музыка вам нравилась. Там, тяжелая, да, там, heavy metal, рок тяжелый. Это дань моде. Это не то, что ваш организм требовал или бы хотел. Это просто дань моде. Но если же серьезно подходить к этим вещам, то можно, например, многие в древности лечили с помощью трубы, да, большие такие трубы есть, лечили, боли в спине, например, проходили. Если, допустим, в древние времена били в колокола, ну, все вы знаете, что чума, например, была в Европе, да, то вот с помощью чумы удалось найти такие данные, что сокращалось количество вот этих чумных, так сказать, палочек, да, на 40%. То есть люди меньше умирали. Били в колокола, и вот этот колокольный звон, он влиял на вирусы. Очень интересная тема для исследования. Я думаю, что многие уже исследуют эту тему. Конечно же, еще сегодня не так много информации об этом. Но она будет все больше и больше появляться. Музыка, она очень влияет на нашу жизнь. Она влияет на и вирусы, и на бактерии, да, и на тех же глистов, которые у нас находятся. Если же подобрать определенную музыку, определенную тональность, то я думаю, уверен, может даже с помощью музыки всех глистов выводить из организма. Даже не нужно будет применять к сложным различным методикам голодовки, сокопития, клизмы какие-то, да, и так далее. То есть я уверен, что вот эти природные методики, они реально существуют. Главное – подобрать дозировку, какой тон должен быть, какая музыка влияет. Мне вот с возрастом хочется все-таки больше слушать классическую музыку. Хотя никогда вообще в музыке не разбирался и всегда говорил, что мне медведь на ухо наступил. Но чем больше я начинаю духовно развиваться, тем больше я начинаю быть, становлюсь более восприимчивым к классической музыке, к природной музыке. То есть мне больше нравится эта музыка. Было замечено, что спортсмены, которые занимаются в спортзале, там, бодибилдеры, другие спортсмены, фитнесом, которыми люди занимаются, на них воздействует, и когда они слушают более быструю такую ритмичную музыку, то у них результаты в спорте, да, растут на 20%. А между подходами, наоборот, надо медленную музыку, чтобы она расслабляла в этот момент. Потому что многие спортсмены, они как бы услышали А, но не услышали Б. То есть слушая плеер, либо просто какую-то музыку, сделая во время подхода более быструю ритмичную музыку. А когда после подхода отдыхаете, там, минуту, полторы, там, две, у кого как, то в этот момент нужно слушать медленную музыку. Она, наоборот, расслабляет. Такие тонкости, они существуют. Даже в древние времена с помощью флейты, например, да, там, излечивали, да, вводили в успокоение очень много психических больных. То есть точно такие данные тоже существуют. Медленная и релаксирующая музыка, она очень хорошо влияет на человека, как снотворная, да, у кого там есть бессонница. Те люди, которые хотят взбодриться, например, с утра, да, вместо того, чтобы пить кофе, да, или какие-то стимулирующие напитки, можно включить ритмичную музыку, которая вам нравится. Конечно же, хэви-метал, тяжелый рок, уже доказано учеными, что они реально разрушают наш организм. И такую музыку я бы не рекомендовал длительно слушать. Если слушать музыку, например, с быстрым темпом, то такая музыка, особенно во время работы дома, например, когда вы там что-то делаете, готовите, например, еще что-то делаете, она немножко может взбадривать. Во-первых, вся вот эта домашняя работа там, да, ну, мыть пол, там, вытирать пыль, может быть, кто-то вокруг дома что-то делает. Делаем мы на автоматизме, автоматически, и эта музыка как бы является фоном таким. И опять же-таки повторюсь, все подбирайте под настрой души, да, что вам хочется сегодня именно, да. Не просто там вот надо такую музыку, чтобы давать какие-то результаты позитивные, а именно слушайте, что именно ваша душа хочет в этот момент. Также ученые выявили, что, допустим, струнные инструменты, такие как скрипка, гитара, арфа, виолончель оказывают оздоровительный эффект на работу сердечно-сосудистой системы. Игра на пианино и на рояле гармонизирует психику, очищает щитовидную железу, приводит ее в норму. Очень и мочеполовую систему также в норму приходит. Например, там звуки органа нормализуют энергетические потоки в позвоночнике, стимулируют мозговую деятельность, восстанавливают ауру. То есть это очень важные такие вещи. Духовные инструменты очищают бронхи и улучшают работу дыхательной системы. Духовые инструменты, говорю духовные, они в какой-то степени являются духовными нашими инструментами, потому как звуки, которые ближе к природе, они все-таки заставляют наш организм быть ближе к природе, находиться ближе к природе. У земли свои вибрации, у любого камня свои вибрации, у деревьев свои вибрации. Кому-то подходит общение с одними деревьями, кому-то подходит общение с другими деревьями. Я думаю, что это интересная тема. Может быть, даже как-нибудь лекцию сниму на эту тему. Если вам будет интересно, можете либо в комментариях писать, либо в контакте на стене. Может быть, еще какие-то интересные мысли есть по поводу других видео. Потому что я все необъятно объять не могу. И то, что вы просите, я снимаю. Иногда какие-то очень-очень важные видео, которые иногда в медитации ко мне в голову приходят или в ченнелингах мы получаем, я снимаю внеплана, скажем так. Тема очень интересная, как влияет та или иная музыка. На самом деле, если погрузиться в эту тему, то можно понять, что музыка – это огромная часть нашей жизни. Даже сравнивали музыкантов, которые около 20-30 лет занимались, профессиональные музыканты, и людей, которые никогда не занимались музыкой, слух сравнивали. И, конечно, вот эти профессиональные музыканты гораздо эффективнее, четче и дальше воспринимают вот эти слуховые колебания, звуки. Они более тонко воспринимают мир. То есть такие люди творческие, духовные. Музыка также может стимулировать умственную деятельность, такие как классическая музыка, Бетховен, Бах и так далее. То есть уже реально доказано. А та музыка, которая является чужеродной для нас, стараться ее меньше просто слушать. Если же, допустим, я прожил там 8 лет, например, на Кипре, то я эту музыку уже могу воспринимать. Но если же она мне нравится, иногда я могу ее слушать, иногда я ее не могу слушать. То есть не воспринимаю. То есть иногда есть желание послушать ее. Я понимаю греческий язык, что там поют. Я понимаю, насколько у них богат язык. Музыка ихня, довольно-таки древний язык. Он не изменялся, как русский язык, много раз. И мотивы вот эти, что они о любви часто поют. То есть такую музыку почему бы нет. Иногда реально приятно слушать. Конечно же, существует очень-очень много различных классиков. Уже есть данные, как они влияют на нервную систему, на пищеварительную систему, на дыхательную систему. И я уверен, что даже есть не один десятый клиник, наверное, в каждой стране, который может лечить и лечит многие заболевания с помощью вот этой музыки. Я думаю, что вот такая музыка, которая ближе к классической, ближе к природной, она именно лечит душу. Та же музыка, которая более быстрая, имеет более искусственное происхождение, тембр, у нее такой более быстрый, поп-музыка, она влияет на физическое тело. Когда-то надо что-то поднять, сделать какую-то работу. А музыка классическая. Ведь многие композиторы, они брали эту музыку оттуда, с тонкого плана. Некоторые композиции невозможно выдумать. То есть просто идет информация сверху, и все. И вот эти композиторы ее записывали. Гениальные произведения, гениальные композиции, симфонии. Очень интересно. С возрастом начинаешь пересматривать все это дело. То, что когда-то там в детстве слушал. Через какое-то время ты это слушаешь уже. В этом возрасте понимаешь, да, то есть это для одного, а это для другого. Сбодриться одна музыка, заснуть другая музыка, вылечиться третья музыка. Для медитации, вы знаете, существует специальная музыка. Для активизации каждой чакры тоже своя музыка. Но опять же-таки повторюсь, нужно четко понимать, что это не обман какой-то, да, не какой-то злой умысел, зомбирование людей. То есть надо реально понимать, откуда эта музыка взята, кто эти люди. Пока, например, я этого не знаю, я не могу дать информацию, например, либо я могу в ченнелинге проверить эту информацию, либо в медитации своей глубокой, либо по внутренним своим ощущениям, по интуиции, как эта музыка влияет на меня. По-другому я не могу проверить просто. И существует очень много музыки и для гипноза, и для транса, и для различных вещей, которые мы делаем в медитации. Тема, да, на самом деле очень-очень интересная. И, допустим, даже вот в Макдоналдсах, например, да, в 50-х годах сделали такую музыку, если, допустим, хитрый такой бизнес-план. То есть все люди, да, которые обладают большими деньгами, магнаты, транскорпорации, они стараются воздействовать на человека любыми способами. И вот это один из способов влияния на человека. Когда, допустим, в Макдоналдсе много посетителей, включается более такая ритмичная, быстрая музыка. То есть она людей мотивирует, чтобы люди быстрее двигались, проходили, не задерживались. Когда в Макдоналдсе, например, мало людей, очереди никакой нет, включается такая более спокойная музыка, умиротворяющая. Люди сидят, балдеют, кушают, потом еще пойдут, еще что-то возьмут там. То есть такие хитрости существуют. Очень интересный момент, что люди, да, которые слушают музыку, предотвращают потерю слуха. То есть у тех детей, юнцов, например, у которых есть проблемы со слухом, вот с самого детства можно привычать к музыке, к тонкой музыке, к природной музыке. Да, и я уверен, что есть специальные композиции, которые будут влиять на восстановление слуха. Очень важный аспект – найти вот эти вот музыкальные сопровождения, которые будут выводить из нашего организма те же глистов, там, например, да, чтобы погибали те же вирусные ненужные клетки, пустые клетки, да, чтобы быстрее человеческое, физическое тело быстрее могло обновляться, воздействовать на кровь, на лимфу. Я уверен, что можно сделать даже такие музыкальные методики, которые будут воздействовать на раковые опухоли, да, воздействовать на лимфатическую систему, ускорять метаболизм. Уверен, даже есть такие методы, что можно избавиться от ожирения лишнего. То есть вот эти все методики, они реально уникальны, и я думаю, что, может быть, кто-то из вас даже на себе это пробовал, пишите комментарии под видео, чтобы другие люди знали, что музыка реально воздействует, реально помогает, и, может быть, кто-то от чего-то исцелился, и реально вся жизнь, может быть, у вас изменилась от этого. Вот это очень интересно. Итак, заканчиваю это видео-лекцию. Спасибо вам за внимание. Всего вам самого доброго. До свидания.